Адрайцентры до Святиловича у 33 километры. После авары на Чернобыльской АЭС вёска оказалась на межи высокого радиационного забрудживания. Значная частка населёнства переехала у иншей мястины. Коли у 1989-м тут проживало 1640 человек, то зараз у двоя меньше. Святиловицкую школу сдали у эксплуатацию 40 годов тому. Различана на маль 700 вучнёв, и она была практически полностью заполненной. На початку вересня этого года за парты сели у сего 116 навученцев. Але принцип створения ровных для усіх махчимостей отримания середней адукации дейнейшая и тут. Причём допомогу у его реализации оказывают не только мясовые органы улады, але и депутаты национального схода Миколай Васильков. При его непосреднему делу в школе заменили на сучасные значную частку в окна. У вынику чагов по мешканях стало больше тепло и утульно. Плюс набили новую музычную аппаратуру. Конечно же, звук гораздо лучше, ярче и гораздо громче. То есть аппаратура достаточно хорошая, качественная была закуплена благодаря содействию Николая Андреевича Василькова. И еще одно питание, которое у Святиловицкой средней школы вырешили с допомогой депутата Палаты представников – набить всё компьютерного класса. Уси необходимые для этого документы уже оформлены. Ранее на уроках информатики приходилось використовывать технику, набытую амаль два десяти годзе тому. Появится новая программа, которую можно будет установить на эти компьютеры, которые уже сейчас невозможно установить. И здесь уже практически на всех компьютерах операционная система XP, которая уже устарела и не обновляется через интернет. Причем станет работа быстрее в интернете. Святиловицкий центр культуры вольного часу зараз працует с обмежаваниями. Звязана гэта с масштабным ремонтом. Частка помешканев для занятка упаконь непридатная. Однако для будущей выгоды, часовые незручности тут готовы потерпеть. Будинок центра открылся в 1989-м. И с того часу им проводили только косметичный ремонт. Работы пошли два года тому. По судности, зараз завершается третий этап. В 2017 году у нас была встреча с депутатом Николаем Андреевичем Васильковым в сельском совете. И на этой встрече я попросила помощи у Николая Андреевича, так как у нас текла крыша, и дети ходили заниматься, грибок был на потолке. И вот благодаря Николаю Андреевичу у нас в 2017 году уже начался ремонт крыши. В 2018 продолжился, и вот уже финальная стадия. У нас уже заканчивается замена сейчас потолка. Подремонтировали фасад, крышу отремонтировали. Сейчас дети занимаются уже хотя бы в уюте, где не течет, уже все хорошо. Жахары Святиловича у свою малую родиму любят. И активно включаются в выражении у зникающих проблем. Депутат об их ведая, и за все дымкнется до помахчы. Уреште, это и есть его махчыма самая главная миссия. Периодически он посещает нашу территорию сельского совета, встречается с населением, решает вопросы жизнеобеспечения. Никому отказа еще не было, даже если касается какой-то вопрос личного характера, то мы связываемся напрямую, он помогает нам. Алисин Сюров, Ольга Коновалова, Евген Макеенко, Телерадиокомпания «Гомель», Ветковский район.